Продолжаем нашу рубрику ответы на вопросы, касаемо нюансов пребывания в Турции. Присоединяйтесь к просмотру видео, будет полезно. А те, кто не смотрел предыдущее видео этой рубрики, можете вот здесь вот посмотреть. Если в этой части вы не нашли ответ на свой вопрос, может быть он есть как раз таки вот в предыдущих наших видео. И кстати, откуда мы берем ответы? Все наши ответы основаны на официальных ресурсах турецких управлений в разных областях, которые мы изучаем, анализируем и выдаем вам в качестве ответа. Ты на канале Turki Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Про ИННМ. Что делать, если потерялся ИННМ? В этом случае есть два варианта действий. Первый. Прийти в офис налоговой службы с загранпаспортом и попросить дубликат. Или зайти на сайт, видишь перед собой сайт налоговой службы. Нажать на кнопку confirmation под надписью, которую ты сейчас видишь на своем экране. Вот там длинная надпись. И заполнить требуемые поля. И вуаля. Получить дубликат в виде PDF. Про легальное пребывание в Турции. В этом разделе пока один вопрос. Если я подала заявку на ВНЖ, а мои легальные дни уже закончились, то нужно ли мне выезжать из страны? Если вы подали заявку на ВНЖ, то счетчик дней останавливается. И с этого момента вы на территории Турции совершенно легально. Даже если вы пробыли в стране уже 60 дней, все равно все останавливается на этом моменте, как вы подали заявку. То есть выезжать вам не надо? Да. Про золотую корону. Обязательно ли иметь турецкий номер, чтобы переводить себе деньги в Турцию через золотую корону? Да, обязательно. Без него транзакцию не осуществить. Следующий вопрос про золотую корону. Берет ли комиссию золотая корона? Нет, комиссию она не берет. Она берет 99 рублей. Это стоимость смс о совершенной транзакции, которую можно отключить в приложении, дотронувшись бегунка справа на экране на этапе подтверждения транзакции. Комиссию могут брать в пунктах выдачи наличных денег от 0,5 до 1%, что не является законным. В выходные эта комиссия доходит до 10%. Если вдруг ты в выходной решил получить и найдешь работающий пункт, то там до 10%. Наглеет. Да. Сотрудники таких пунктов выдачи сами придумывают такие правила. И даже если вы укажете им на незаконность их действий, в отпет получишь, хочешь получай деньги, а хочешь иди в другой пункт выдачи. В центре Стамбула комиссию берут везде. В спальных же районах можно найти пункт, где они берут. Почему банк списал у меня деньги со счета сверх суммы транзакции, когда я перевел их через золотую корону? Что это? Комиссия? Деньги, которые списывает ваш банк с вашего же счета, помимо суммы перевода, это не комиссия золотой короны, а сумма конвертации одной валюты в другую. И некоторые банки еще списывают процент за осуществление транзакции со сторонней платформы, которой и считают золотую корону. И здесь процент может быть разный в зависимости от банка. Обычно он составляет полтора процента от суммы перевода. Ну, пример там у банка в Санкт-Петербург. Мало того, что он у вас возьмет саму сумму разницы конвертации, так еще и полтора процента от суммы перевода. Это, конечно, глешь. Тинькофф не берет, только разницу конвертации. Поэтому ищите банк, который этого не делает. Еще один вопрос, связанный с золотой короной. Сколько денег за раз можно перевести через золотую корону? Системы установлены лимит, который указан у вас в приложении. Это лимит за месяц. Его же можно использовать и за один день. Самое главное, чтобы в пункте выдачи денег была нужная сумма. Поэтому делайте несколько транзакций, чтобы можно было собрать деньги в разных пунктах выдачи. Так, следующий вопрос. Какой курс конвертации в золотой короне или ВКонтакте? Курс меняется ежедневно. Его необходимо смотреть на момент осуществления транзакции. Ну, то есть, самого перевода. Поэтому вот так вот вам кто-то сходу не сможет ответить, потому что курс колеблется, особенно сейчас. Про свифт перевода денег в Турцию. Так, и здесь такой вопрос. Почему вы не говорите про свифт переводы Райфайзенбанка? Свифт переводы работают Райфайзенбанке. Но через раз. А сам банк, в свою очередь, гарантий, что деньги дойдут, не дает. И если деньги не дойдут до Турции, они вернутся обратно на карту. Но комиссию вы все равно заплатите. Поэтому мы в своих видео не можем рекомендовать этот способ перевода, как гарантированный метод перевода. Поэтому и не говорим. Так, про криптовалюту. Могу ли я осуществить перевод денег в Турцию криптовалютой? Криптовалюта в Турции легальна. Пункты обналичивания крипты тут повсюду. И для тех, кто шарит в этом, способ реальный. Есть только один момент. Если у вас крипта хранится на Бинансе, и верификация осуществлена на российский паспорт, то вывести себе крипту биржа не позволяет. Ставит ограничения на российский паспорт. Это, кстати, опыт одного из наших знакомых, который с нами и поделился вот этой вот проблемой. И он выходил из этой ситуации следующим образом. Он нашел девочку, одну из своих подружек, которая уже получила здесь в ЛНЖ, и сделала верификацию на Бинансе уже на этот кимли, который она получила в Турции. И он ей выводил эти деньги, лично ей, а она уже переводила в налых. Только если вот таким образом. А вообще лучше шарить крипте, чтобы обращаться к этому способу обнала. А так да, способ рабочий. Про Едевлет. Итак, про Едевлет. Нужен ли Едевлет каждому члену семьи? Ну, Едевлет это аналог госуслуг, например, в России или ДИИ в Украине. И именно в Едевлет вы будете заказывать справку о прописке для подачи направления в ЛНЖ. Справка там одна в один день. Можно заказать на всех членов семьи, проживающих в квартире, но только в день на одного члена семьи. Для этого понадобится несколько дней. То есть, надо рассчитать время, если не хотите на всех заводить. Но хотя стоимость оформления Едевлета составляет всего 2 лиры, и нужен турецкий номер телефона. И там же производится оплата коммунальных платежей. Поэтому решать только вам, нужен ли он каждому члену семьи, или достаточно завести только одному. Ну, без Едевлетов в Турции вообще никак. Кто-то обязательно должен его иметь. Да. Про медицинскую страховку. Так, какую дату указывать в графе срок действия страхового полиса при заполнении анкеты? В графе срок действия страхового полиса указывать дату окончания страховки. Как бы это просто не звучало. Так, еще вопрос про страховку. Можно ли заполнить анкету и отправить ее без медицинской страховки, а на рандеву прийти со страховкой? Нет, нельзя. Без ввода данных о своей страховке в анкете даты рандеву вам назначены не будет. То есть, на момент заполнения анкеты у вас должен быть в сборе полностью весь пакет документов. Про Инстамбул-карт. Как активировать Инстамбул-карт? При покупке Инстамбул-карт она уже сразу же активна. Нужно лишь ее поколнить. И все, пользуйся. Да, и тут из пополнения вытекает следующий вопрос. Сколько денег можно положить на Инстамбул-карт? Сколько угодно. Ограничений нет. Сколько надо, столько и кладите. Но имейте в виду, что вернуть оставшиеся деньги с транспортной карты нельзя. Придется их тратить. Благо, их можно потратить не только в транспорте, но и в магазинах рассчитываться. Кстати, все про Инстамбул-карт можете посмотреть вот здесь. Следующий вопрос про Инстамбул-карт. Можно ли пользоваться одной Инстамбул-карт нескольким людям одновременно? Да, можно. Ограничений по времени на списание средств на карте нет. То есть, один пикнул, передал другому, тот сразу пикнул и так далее. Но это невыгодно. Так как каждый раз всем остальным проезд будет по полному тарифу. Особенно дорого будет ездить на Мармарае и Метробусе. В связи с особой системой оплаты, предусматривающей на этих видах транспорта оплату в зависимости от количества проеханных остановок и возврат средств за непроеханные остановки. И получается, что один проедет с возвратом средств, а остальные за полную стоимость в 13 лир. И так все время. А еще не будет учитываться скидка при осуществлении пересадок в течение часа и двух часов. И всегда будет полная стоимость каждому последующему, кто использовал карту после первого пика. Про просрочку легального пребывания в Турции. Если я просрочил легальное пребывание в Турции на 3 дня, поставить ли мне запрет на въезд. Если просрочка до 10 дней, то следует оплатить штраф прямо в аэропорту Турции. И запрета на въезд не будет. После оплаты штрафа вы можете выехать и сразу ехать обратно, если у вас остались безвизовые дни. Например, по виза ран для россиян. То есть использовать вот те вот самые пресловутые плюс 30 дней. Кстати, как посчитать сумму штрафа, смотрите видео вот здесь. В остальных же случаях ставится запрет на въезд на срок в зависимости от месяцев просрочки. Максимальный срок составляет 5 лет. Ну и в любом случае необходимо оплатить штраф. Так, следующий вопрос. Если я знаю, что имею запрет на въезд, но не знаю на сколько, где мне это узнать? Первое действие это направить официальный запрос в консульство Турции на территории вашей страны. Если там вам ответы не дают, то в главное управление по вопросам миграции. В России, например, этим занимается МВД. И у них есть сайт, где можно отправить свой официальный запрос. На сегодня все. В следующих наших видео ответим на другие группы вопросов. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ответ на волнующий вас вопрос. Поставьте палец вверх, если видео оказалось вам полезным. Вам не сложно, а нам приятно. Свои письма с историями, вопросами, предложениями пишите на нашу почту, адрес который видите на экране. Также можете писать их в комментариях. А также в описании вы найдете наш сайт, куда можете обратиться за помощью в поиске квартиры или покупке квартиры, а также в сопровождении, в оформлении ВНЖ. Ну или если вы вдруг хотите продать квартиру в Турции, тоже можете к нам обращаться. Вдруг мы ее купим. Также при желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Обняли, подняли и немножко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok